СДЕЛАНО В ВЕТКЕ Да, сегодня есть несколько знаменитых именинников, не будем называть имен, тем более, что мы сегодня путешествуем не в будущее, в 85-й год наш машина времени отправляется, в 85-й год, кстати, как раз в этом году, и назад в будущее фильм-то вышел, знаменитый, да, вот мы сейчас с тобой путешествуем вперед в прошлое. Это была, кто помнит, загадка года, чем 1905-й год отличался от 1985-го, вот помнишь, что... Нет, не помню. В 905-м при появлении властей прятали под стол газету и ставили на стол бутылку, а в 85-м наоборот. В 85-м наоборот, да, стали прятать бутылку. Слава богу, что что-то стронулось, вот уже всю страну достали эти престарелые старцы, целующиеся в засос, эти шепелявые речи, это бахвальство, вот. И, ну, Чернин, что и следовал ожидать, долго не протянул, и поэтому, ну, несмотря на, там, аппаратную борьбу и разные подэверные игры, власти пришел Горбачев. Ну, по-моему, вот было на вятке Фиолетово, там, еще не поняли, Горбачев там или Пупкин там, все равно назначили и назначили. Тут не привыкли, больше волновало то, что Багатин пришел тут, наверное, как бы, если бы не наступившие перемены, то особого внимания бы и не обратили. Ну, да, вот в 85-м уже постепенно забыли про эти шмоны в банях там и на театрах, борьбу за дисциплину, борьбу с нетрудовыми доходами. И люди были заняты другими проблемами. Ну, пришел Горбачев. Чем год? Вот в мае 85-го года я был отправлен в командиров в город Амутнинс. Это была середина мая. И вот скажу, что водку продавали везде. Мы шли по центральной улице, изучали Амутнинс. Вот один магазин, водка продается, другой продается. Заходим в мебельный магазин, а на входе такой отгороженный сеточ из УТО, водка продается тоже. И обратно, да, выходишь из Амутнинс в сторону вокзала, пивная. Ему же и пиво несут в этих... Не давали, видимо, банок уже в полиэтиленовых пакетах. То есть город был оголен до предела. Но когда я приехал домой, а жил я в ту пору на углу Воровского и Артемского проспекта, это Артемский 90-й. Вот я вышел на улицу, я удивился, я не поверил глазам. Это было уже ближе к обеду. Был такой знаменитый магазин «Эпитанский мостик». И вот от него очередь стоит аж до улицы Воровского. Потом очередь загнули с этого видимого перехода, видимого отцума, там, где миграции народа, завернули в сторону Красноармейской. Но тогда стояло от «Эпитанского». Это мимо новин и обновленные нынче, мимо вот моего дома. И да, представьте, первым делом... А, это был принят указ, принят он был 17 мая. Точнее, 17-го он был опубликован в газете. Назывался он, если вспомнить сейчас... Об усилении борьбы с пьянством. О мерах по преодолению пьянства, эголизма и ренению самогоноварения, которое было опубликовано во всех газетах Советского Союза и тогда еще. И лозун, ой, везде появился трезвость, норма жизни. Но тогда говорили, что что такое жизнь? Жизнь – это способ существования белковых тел. Стала быть трезвость – это норма существования белковых тел. Ну вот, и уже 18 мая оно обернулось огромными очередями. Прежде всего сократили срок продажи алкоголя. Раньше был с 11 до 8. А сейчас стали с двух продавать. Поэтому даже... Вот такая была модная песня популярная. «Проснулся с Кляр знаменитым». Спев это на неделю до второго. Я уеду в Комарово в 85-м году на... Да, вот это был дебют. И поэтому тут же ее переделали, пели. Я уеду в Комарово, там торгуют с полвторого. Ну, был такой вариант тоже, да. Но везде торговались двух-то, на самом деле. Но вот самое странное, что народ не роптал. Там где-то что-то писали, вырубали виноградни, и все. Масштабы катастрофы поняли позже. А сейчас вот стояли, лезли. Ну, конечно, народ зверел понемножку. От месяца, например, когда у магазина ставили машину в отрезвителе. Это грузовик с фургоном. У этого бывало, что толпа начинала... Миллиуморочная машина ее еще называли. Начинала его раскачивать. И просто юзом двигали по асфальту. Лезли без очереди, лезли по головам. Передавали эти талоны там. Ну, талоны чуть позже появились. Сначала лишь так продавали. Я вот был с таким дипломатом ходил. У меня туда 11 бутылок улезало. И часто делегировали. Вот сейчас бы в голову не пришло там с запасом или какой-то нормой вот эти талоны отоварить. А тогда дренная водка. Вот устали продавать. Ну, то, что Андропов, мы говорили, вот это из нефти. А тут вот устали продавать в зеленых бутылках 0,7. Вот хочешь не хочешь, и бери. А там выбора нет. Мне очень нравился вот этот магазин безумный. Магазин-то хороший. На розочке, как же он назвался? Малая земля его народ называл. Там отстоишь вот эту огромную очередь, заходишь в магазин, пусили 10 человек, да? И там над прилавками сел огромный плакат. Остановись, не покупай. И народ весь хохотал. Я два часа простоял. Сейчас я остановлюсь, покупать не буду. Конечно, покупали все, что можно было. Купить все, что давали в одни руки. Безусловно. Да, и были перебои там. Не хватало. Говорили, здесь в этом магазине нет. Кстати, у всех магазинов были свои. Вот ты назвал. Один магазин был. Я уже говорил. Был Эпитанский мостик, потом был на Ленина Красный уголок. Чуть повыше по Степашке идти, это был Мавзолей. Мавзолей. Потому что очередь Мавзолей была. На Попова была Лакомка, называли магазин один. Был Насурьева деревяшка. Деревяшка. Вот этот был, да, Малая земля. Потому что там как раз с одной стороны был такой, типа, обрыв. С другой, отдел милиции, там, правда, была Малая земля. Милиция вообще с ума сходила. Если сейчас, говорят, тоже вместо розыска преступников, занятой борьбой с хипстерами, которые выходят на митинги, то в ту пору вся милиция, несмотря на должности, несмотря на профиль, ой, это все были брошены на борьбу с пьянством, с самогонаварением. Но ты же сюда служил. Ну да. Сам-то, да? Ты же вроде бы служил. Ну, я изнутри знаю, потому что в это время раз работал в ВВД. Вот, во-первых, все эти массовые дежурства. Если не в очередях, то мы дежурили сутками, принимали углосуточные сводки. С области, в каждом районе, в каждом отделе изъято самогонных аппаратов, задержано пьяных, доставлен на вытрезвитель. А участковые бедолаги, с них же требовали норму. Если ты, например, в этом месяце сработал, или на неделе меньше, то это было плохо, там были последствия, поэтому они сдавали по частям. Там изымали самогонный аппарат, и сегодня приносили змеевик. Он защитывался там. Потом приносили конденсатор, потом приносили флягу. Потом скроварку. То есть это была огромная туфта, это была полная ахинея. Ну, нас в службах роптали, но что могли сделать? Вот как-то еще это все не осознали. А тут же стали расти хребы общества трезвости. Вот штаб-квартира у них помещалась возле ныне умершего музея приказной изби он и был. Да, она же пятийная изба. Пятийная изба, да, там прямо в ней была выписка. Не в ней, не в ней. Рядом был дом по Спаске. Такая голубенькая табличка была. Да, там общество трезвости. И значки у них были голубенькие. И откуда-то стали появляться зануднейшего вида пенсионеры, видимо, из бывших парт работников, военных, там замполитов, еще откуда-то, которые вот со всем рвением бросились и убеждать, стали, что да, пить это плохо, пить нельзя вообще. Поэтому появились безогольные свадьбы. Свадьбы. Явление 85-го года. Я как раз несколько свадеб таких отыграл. Это было очень забавно. Явление. Вот люди, мы тоже были на одной, мне повезло, что я всего лишь на одной, и то не до конца. Вот люди сидели, жуя салаты два часа, изображали веселье. Потом все это надоедало, и мчались куда-то, доставали, и продолжалось... Ну, там обычно же либо наливали в бутылки из-под минералки, помнишь, стеклянная была, нижневкинская вода, вот в нее наливали, и там только разница в том, что если открытая, значит, это уже алкоголь, если закрытая бутылочка сверху, пробочка, то значит, там еще вода минеральная, чтобы не путались. Но самая смешная свадьба была, мы играли ее в районе трамплина в деревянном доме, понимаешь, там же частная территория, на частной территории человек имел право выпивать. Соответственно, гости сидели во дворе, выпивали, а в это время за забором сидел на ряд милиции и ждал, когда они начнут расходиться, потому что они уже выходили на общественную территорию, соответственно, находились в оскорбляющем человеческом достоинстве и можно их было косить. По-моему, даже машину уже к милиборочную подогнали для массового урожая. И сразу план выполнялся. И народ тогда выглядывал, смотрят, ага, сидят, значит, гуляем еще. В итоге хозяин правильно что сделал. Знаешь, что он сделал? Он загнал автобус на территорию, погрузил в автобус всех и потом из этой территории на автобусе вывез мимо вот этих скучающих Но ведь как люди зомбировались, они действительно считали, что безогольная свадьба это здорово, давайте проведем, ну, не в нашем менталитете проходить. Не в нашем, по крайней мере. И поэтому в городе вот это надо было найти, а ночью магазины не работали, да и днем для страждущих. И в ту пору сразу стали процветать таксисты. Таксисты. И были-то и почтовые москвичи перешли. Вот. А почему? Потому что у них можно было упить всегда. Вот. Время от времени ловили, там, переодетая милиция, ловили на продажах, там, публиковали. Такой-то негодяй там из автопарка этой связи продавал водку, оштрафованный или токсист. Вот. Хотя можно было упить и бодягу, то есть, ой, ацетон, ой, это самопальную водку. Некоторые продавали, да. Либо просто воду могли продать. Но чаще всего все-таки попадалось нормальное. Кроме этого, были точки сразу, вот появились-то и точки, где ходили мутные личности. Вот, например, это была аллея, где потом был ярмар. Вот на улице, в сторону зала, там ходили мутные личности и говорили, вот и сигарет девочек. Ну да, да, да. Уже в 85-м году. В 85-м году это уже было. Потом все стало ухудшаться. Потом и сигареты стали пропадать. Да все уже. Говорили, что вначале нас перестой лишило водки, потом все стало уходить как раз в талоны. Но в 85-м вот этот был алкогольный шок, когда лишили, в принципе, доступного продукта. То есть, зачем? Кто хотел, тот все равно имел. Это вот сейчас, я не пойму, вот тоже логику, простите за то, что я немного из 85-го уеду, вот там День знаний, 1 сентября, и заранее объявлять. Не буду где-то оголь, и в магазинах ленточка перевязана, не продается. А до этого покупаете заранее. А что-то тупые все выпуски, которые не в состоянии там... Заранее купить. Да, ну то же самое и здесь. Ну ладно, это мы не на самом деле. События местного масштаба. Это то, что первым секретарем у нас был назначен Вадим Бакатин. Вадим Викторович. Личность, конечно... Неоднозначная. Да, неоднозначная. Вот интересно, что вспоминал... Ну, давайте еще немного, что было сделано все в области. Да, в принципе, на фоне предыдущего года сделано было немного. Ну, к примеру, заводы Маяк и Искош были награждены Орденом Отечественной войны первой степени. Вот на Лобановском кладбище состоялось открытие памятника воинам, скончавшимся в ировских госпиталях. Это Бондарев и ЦН делали памятник. Но до сих пор он еще в хорошем состоянии, поддерживается. Ну, и событие в этом же году троллейбусное управление приобрело грузовой троллейбус, но вот, к сожалению, не сохранили. Вот, ну, даже год назад буквально распилили на металлолом. Вот, жаль, погибла хорошая ред-э машина. Вот, ну, это все мелочи жизни. Вот, а пришел Баатин. Ну, вот, интересно вспоминал у нас бывший председатель облсполома Десятников. Вот я нашел его высказывание, что, оказывается, Баатин был воспитан Лигачева, а Лигачев это был оппонент Горбачева. И Баатина готовили для серьезной ставки. Я понимаю, там Удата уже сразу его на ЭГБ нацеливали или Удата. Но случилось-то, это я действительно цитирую, что в Ирове уходил на пенсию тогдашний первый секретарь Беспалов. Ему уже подобрали замену. Но кандидат на место первого секретаря приехал и сразу начал говорить, что в области все делается неправильно, что все, что было до него плохо, а при нем будет хорошо. Беспалову это не понравилось. Он поехал в Москву и сказал, этого человека оставить первым секретарем о комопартии нельзя. Ну, вот, у Лигачева не было выхода. Он выдвинул первую агитатуру, которая была у него в запасе. Зал Сабаатин. Вот Десятников не называет фамилию. Я тоже не знаю. Это тайна, конечно, и осталась. Кого хотели изначально. Кого хотели сюда. Но и Десятников, конечно, очень смягчил. Вот я с дипломатического перевожу, что если он говорил, что все плохо и все надо менять, и почему за Оилса Беспалов, я полагаю, что это, в принципе, светило, да, в ту пору можно было ожидать, светило большими неприятностями и Беспалову. Но если не... Ну, и все его команды, в том числе, да. К тому же там потом уже вскрылось, что люди ходили, заходили на базы, эти секретари, брали нужный товар, фотоаппараты, шубы, шапки, там и в наглую не платили. Ну, там можно было что-то найти, в общем, за много лет у власти, там всегда было. Это не только сейчас, это, может, в меньшей степени, ну, да, меньше, но было и тогда. Но Багатин, понимаете, вот он знал, что он временщик, ему сказали здесь пересидеть, но это не новость, это и сейчас делается. Пересидеть, дальше мы тебя вытащим. Ну, естественно, что для авторитета дали денег. Без денег он бы был, дурил картонное, никто и звать. Вот он приехал с деньгами и с властью. Ну, вот я читал его книгу, тогда была популярна книга Багатина, вот название сейчас не помню, но вот даже во всей книге, это вот звучит так, он очень пренебрежительно отзывался о вятских, о руководстве, в какой-то степени о людях, вот с чувством превосходства, да и мне приходилось с ним встречаться, я, правда, его не интервьюировал лично, но летал на открытие дороги вот на юг туда, в сторону Марии Элл, на вертолетах, когда Багатин открывал, да, вел он себя барин, ржен холопами, вот, и, конечно, манеры у него были соответствующие, он не считался ни с чьим мнением, вот, делал то, что хотел, иногда это было правильно, вот этот Рыл Медакадемий, он свою власть продавил, там и сделал, потом он, в принципе, в 85-м году чисто сам признавался, что чисто волюнтарист, и открыл в Ирове дом уздей Воснецовых, вот, ну, деньги были, вот, в принципе, поэтому Багатин наценили, он играл в демократии, он первый не поселился, первый секретарь обкома, не поселился в дворянском гнезде, вот, который с торца Серого дома, нынешнего правительства находится, а демократично поехал жить в дом на углу Орла-Липнихта и чего там, Герцена, да, вот Дянджейли Михеев жил в этом доме, и все, но там квартиру у него, за озенный счет, конечно, ремонтировали от и до, выломали все полы, и даже двухметровую ванну привезли из санатория Нижней Ивкина, откуда-то там ее взяли, вот, специально ему поставили. Интересно было знать, что напротив этого дома, напротив его была стоматологическая поликлиника, она сейчас есть, и поэтому все стоматологи, они в эти, в театральное бинокле, то, во что они ежедневно смотрели, как там делается ремонт, то есть информация у народа была. Да, была, а потом шторы наглухо были закрыты, вот уже, видимо, там вычислило АГБ, что слишком уж там нежелательные взгляды, вот, ну, пропагандально и легенды ходили, такие, что, к примеру, пошел он пешком, любил там ездить на троллейбусе без охраны, ну, видимо, сопровождение было такое, неявное, и зашел в магазин и упил рожков, а в ту пору был дефицит бумаги, там говорила одна дама из известного фильма с бумагой в стране напряжен, обороте на мне, что в шляпу эти роны, она взяла в шляпу и ему высыпала рожки, а мне наплевать хоть в шляпе нести там, и после этого, говорят, были большие, разбор в Ирове, был инфаркт или инсульт из представителей торговли, в общем, кое-что наладилось, да, были плюсы, строили, ну, с одной стороны, борьба с пьянством, надо же чем-то заполнять, вот поэтому был такой бум строительства спорткомплексов в любой деревне, даже, где живут полторы старухи в деревне, там, чуть ли не в этих строили, вот, клеили из фанеры и огромные клюшки, вот, типа, эйных, в сто раз больше и толще, и вот из этих клюшек, это и лех, разборные ангары, типа, спортзалы, я не знаю, что там потом стало, с этими спортзалами, что-то там не работало, может быть, но, их пытались всюду воткнуть, ну, вот, это может даже бы и плюс был, но, с другой стороны, вот, Бакатин, он, вот, захотел доску почета у театральной площади, вот, был фонтан, была гармоничная, вот, здесь, вот, гармоничность верта, ой, аллея, вот эта, и зачем-то, вот, ему понадобилась эта вот доска почета, сейчас все равно, вот, люди и тогда ходили, и сейчас ходят, они, ну, в принципе, ну, кто там, на доске почета, это мало, кого волнует, вот, тем построили, и лизоблюды тогда, ой, это надо, это гениально, страна должна знать, свои герои, знать-то в другом месте, должны, не там, где люди отдыхают, и ходят по другим причинам, но, тем не менее, вот улицу Ленина, она была, конечно, мрачная, такая, уже, довольно запущенная, по обритчатчику, по европейски, и веселенькими цветами, раскрасили, какое-то время она очень симпатично выглядела, пока опять все дождем не смыло, было такое, да, но это, по крайней мере, да, это было заметно, что что-то меняется, так что, вот советую, почитать, Багатина книгу, воспоминания, очень интересная, про Иров, ну, тем не менее, вот, с одной стороны, конечно, все говорили, о, молодой энергичный руководитель в стране, а молодой энергичный руководитель, в Ирове, а с другой стороны, конечно, выбрасывали уйму денег, вот, например, мода была на, надо же было чем-то, в свое время, везде продавали, в каждом книжном почти, огромные папы, и на мелованной бумаге, были портреты, отретушированные членов политбюро, а теперь стали антиокольные плакаты, вот, есть художник, Вепри, Александр Иванович, повезло, что ему подвалил, огромный заказ, чьей-то помощью, мы умолчим, антиокольные плакаты, там были, и это, омерзительного вида, ал-ашихи, и это, и слоганы, непонятные, оно вот это все печаталось, огромными тиражами, и в УВД сидели, целый рядор был забит, это несколько грузовиков, наверное, фургонов, вот, можно было забить. Так это, смотри, это по заказу УВД, ведь это же заказывало и общество, трезвости, и комсомол с партией заказывали, потому что другой художник, вот Аркадий Николаев, я просто помню, один из его великих лозунгов, плакат, который, он тоже такую же папку плакатов нарисовал, просто мне очень нравится лозунг, алкоголизм, духовное уродство, очистим от уродов производство, вот, он очень был доволен, когда показывал плакатик, тоже огромные деньги на это грохнулись. Вот надо действительно эти плакаты сохранить, и если в городе будет музей прошлого века, то отдел такой, вот, именно посвятить борьбе с пьянством, я думаю, многие художники своим плакатом свойствами поделили, и поставить вот эту бутылку 0,7 из зеленого с водкой, которая пахла. Кстати, вот, менталитет менялся, например, никогда до Горбачева не было, это о, чтобы в ресторанах, уходя, давали по 150 грамм на нос в ресторанах, стали уменьшать дозу. Я поэтому прекратил эту работу. И раньше не задумывались, уходили танцевать, оставляли дежурного за столом, потому что вполне могли спереть бутылку со стола. Ну да. Или, когда приехали снимать фильм «Русель на базарной площади» в городе Слободском по рассказу, по повести Лиханова, то актеры, в принципе, были все московские, у них не было талонов, не было прописки, а было холодно, там же на площади снимали, была зима, и они ходили греться в ресторан север. Ну, и в сам ресторан, и перед ним был эфетерий, и они говорили, а мне 20 порций офис, а не омор, офи можете не наливать. Да, так приходилось делать. Жень, перерыв буквально, на минутку, да, и вернемся. Сделано в ветке. Продолжаем программу. Сегодня мы с Евгением Питуниным, историком-краеведом, руководителем Музея Авиатского госуниверситета, путешествуем по 1985 году по городу Кирову, где как раз, мы несколько раз уже упомянули, в том году появился новый, первый секретарь обкома партии, Вадим Бакатин. И нам пришел вопрос. И нам пришел вопрос, да, слушательницы Татьяны, чтобы Евгений напомнил о роли Бакатина в строительстве Советского художественного музея. Ну, я уже говорил, кстати, про это, вот вопрос пришел, наверное, позднее. Даже вот в книге Бакатина, вот сейчас я процитирую, Бакатин писал о делах 1985 года. Не хочу быть шип, это ложно скромным, это я сохраняю орфографию. По поводу мединститута я ходил, пробивал, добивал и добился. И вот, слава богу, институт устоялся, утвердился. Это было сделано ради людей, они помнят. И это приятно, что ни говори. И здесь не скажешь, а власти впустую потрачены. А в 1985 году я чисто волюнтарист и открыл в Ирове дом музея Васнецовых. меня только что получившего область первого секретаря обкома спросили, что ты хочешь, и я ответил, дом музей. Ну, да, был долгострой, вот не верили в его завершение. Вот, и тем не менее, да, вот открылся дом музей. Так что, все равно, Вадим Викторович из ущерба там быстро стащили исть, по-моему, у памятника. Ну, это уже, знаешь, это уже просто наше свойство. А так работают и, по-моему, до сих пор, согласись, Жень, до сих пор Бакати насторожил и вспоминают и благодарят за дороги, потому что, запомнишь, как военные строители работали и большинство дорог, которыми сейчас люди пользуются, до сих пор, в принципе, были проложены тогда и за дороги, и за медакадемию, и за музей, да, за много что еще. Все-таки Вадим Викторович вспоминают. Ну, Бакати, ну, можно, ой же память, вот, Эрнст неизвестный Хрущеву, то есть, из черного и белого мрамора. Одна сторона черная, другая белая. Мне кажется, любой работавший в советской системе... Об этом мы и говорили. То есть, с одной стороны, доска почета у площади, там еще что-то, а с другой стороны... Барские замашки, все прочее. Да, барские полезные дела. С другой стороны, много полезного делов, что сделано было. Ну, посмотрим, посмотрим. Не только в Ирове, не только в стране у нас, и не только с Алголем боролись, были и другие события. Вот, например, в 1985 году президент Рейган в Америке, естественно, увеличил втрое расходы на программу на оборону. Он втрое увеличил расходы, в том числе, на программу звездных войн. Так называемая стратегическая оборонная инициатива. СОИ. В Польше начались столкновения демонстрантов с полицией. В Гдансике, например, была огромная заварушка с участием 10 тысяч сторонних в профсоюзе Солидарность, которые противостояли полиции. В этом году Солидарность уже в подполье была. Ну, тем не менее. Сторонний профсоюз Солидарность, хоть и в подполье, но тем не менее. Боевые террористические организации мусульман-шиитов захватили авиалайнер, на борту которого было 145 пассажиров, требуя освободить 700 заключенных из тюрем Израиля. Ну, и в этом же 85-м Британия выслала из страны 25 советских дипломатов, обвинив в шпионаже. Кстати, в 85-м году был снят знаменитый легендарный фильм «Назад в будущее». Да, я с тобой начал как раз сегодня. Первая часть. Да, первая часть. Но вряд ли у нас его посмотрели в 85-м. Ну, его позже у нас, конечно, посмотрели, но тем не менее. Я еще не знал. И в этом же году на глубине 4000 метров были обнаружены облом затонувшего Титаника. Точно. Нашли же Титаник, да. Он когда в 912-м затонул, да, нашли в 85-м. Ну вот, а потом, видимо, жертвами СПИДа стало уже 8000 американцев. Ну, это на фоне нынешней эпидемии. Да, ни о чем. Не так уж критично. Ну, вот в этом плане еще вот насчет как бы нашего Советского Союза и Горбачева хотелось бы напомнить, что именно в этом году как бы и Громыко подтянулся к верхним эшелонам власти, стал председателем президента Верховного Совета, Шварднадзе занял пост министра иностранных дел. То есть Горбачев потихоньку, вот людей, которые ему были преданы, уже стал подтаскивать к туда наверх. Это вот как раз тоже 85-й год. Это все вот такие события, которые обсуждались. А, и еще мне очень понравилось событие в 85-м году. Был на 30 лет продлен Варшавский договор. Да, да. Правда, после этого просуществовал он очень недолго, но это уже другая часть истории. Не, ну, никто же не знал, что-то все, может быть, наверху там чувствовали подсознательно. Это, ну, еще в Ирве, чтобы не говорить, что милиция занималась борьбой с алкоголем, я вот в прошлом выпуске вспоминал про появление в Ирве их группировок мотоциклистов, которые назывались Ройерами, вот тогда вспомнили дикую дивизию, я еще вспомнил, были торговцы смертью. Вот, а 85-му это явление уже нельзя было не замечать, в том числе и властями. Вот, тем более, что в травмобольнице обязательно там 2, 3, 4, 5 человек побившихся на мотоциклах валялись, поэтому в ГАИ создали специальное подразделение мотоциклистов вот по им этих ройеров там. Вначале это были... Гаичники тоже мотоциклисты были? Да, были. Именно в 85-м появился отделение, не отделение, но взвод, наверное, там называли. Вначале у них были Российс и Уралы форсированы без Аляс, а потом уже вот они со временем пересели на хорошие мотоциклы, но не знаю, там были ли гон, и это по им, но тем не менее пытались противостоять. Вот, дефицит нарастал, я уже говорил, что вначале начали бороться с водой, а потом начали бороться и с УС-ой. Вот, в 85-м году считалось, что очень повезло, если вот в учреждении или ведомстве, где ты работаешь, есть хорошая столовая, потому что иначе в городе практически было, ну, на заводах были там свои столов и там в разных там НИИ и прочих свои студенческие были, а вот так не попасть. Даже в город с полпоми, где вход, вот, по идее, это, ну, все знают сейчас из коридора и сразу там интересно был какой-то дикий подземный ход тайный, почти тайный в столовую. Надо было спускаться под землю и идти долго-долго коридорами под землей, чтобы попасть в эту столовку из-под земли вот с какого-то черного входа и там стояла женщина, конечно, работа у нее была не дай бог каждому и вот она его знала в лице или у него был какой-то пропуск она могла пропустить. остальные концентрировались в коридоре и ждали отмашки вот там, что все прошли работник и давайте запускаем что-то осталось нужно и вам ломилась толпа с улицы. То же самое было, вот, например, этот НИИ-Биотин и вот столовка, где сейчас бывшее здание горсовета, это первая поликлиника или не первая сейчас, угол Ленина и Московская там тоже была столов и там стоят такой же отставник в зеленой рубаш офицерс это маленький расточ это цербер и вот я шел я-то был подстрижен у меня был приятель у него были такие черявые волосы афро прическа вот и он его паразит не пустил меня-то можно то есть я этот дресс-код прошел а приятель он сказал молодой человек приведите себя в порядок вначале а потом зайдете вот и поэтому в ведомствах где не было своего пропитания например был транспорт и люди ездили куда-то вот находили правдами и неправдами столовку что действительно можно было пропитаться вот ну и вечером и в рестораны конечно попасть было весьма и весьма проблематично ну чтобы не зацикливаться на алкоголе все-таки была культурная жизнь в этом году вот в том числе и ровчане посмотрели замечательные фильмы в том числе вот я считаю что замечательные заметны по крайней мере это зимняя вишня первая часть была оказывается 85 назад будущее еще не успели в этом же году сняли исполкнем тоже великолепный фильм мой друг Иван Лапшин прошла агония я даже помню что в октябре ходил агония с Петрен в роли Распутина тогда еще на слуху была книга Пикуля Распутина которые говорили что лично там чуть ли не жена Брежнева редактировала вот тем не менее последние черты уже на гребне был БГ Вариум там спел Я змея вот песня хотя она уже подзабытая ну и Макаревич спел свои вагонные споры кстати изначальный вариант вот эта антиагольная кампания она оснулась всего вот я помню был фильм с Адрон Гусар летучих где была сцена встречи Азаров приданных вот этому Адрону Дениса Давыдова естественно было пьян до утра поэтому там главный Азар лет спать на пляже и проспал бой какой-то с французами вырезали эту часть из фильма и поэтому непонятно было встретили Азарова потом он спит на пляже и на него Денис Давыдов наезжает почему-то то же самое у Макаревича было там вагонные споры последнее дело когда уже нечего пить и пояс идет и бутыль опустела и тянет поговорить а во время антиалкогольной кампании он спел вагонные споры последнее дело аж из них не сварить и тянет поговорить то же самое было и у Розенбаума он тоже там менял и это слова про алкоголь вот ну хорошую песню хорошая песня от Рыла Пугачева 85-й год делу время делу время а потехе час ну я уже говорил про скляра который проснулся знаменитым вот такой вот был 85-й год в принципе вот я думаю нет только эксперименты не ставили над народом российским и правильно уже мудрые люди говорят разве что ДУС там не пробовали и антиалкогольная компания там и не знаю что там эталоны эталоны водили да и все это вот безропотно стояли в Казани вот была дисциплина у нас если дежурило там 3-5 там больше милиционеров машину эту могли расшатывать то в Казани это в линии все стояли страждущие в магазине один какой-нибудь там сержант дежурил ну то есть все по-разному вот сейчас конечно можно тратовать все это ну все все видится великое наверное через какое-то расстояние но видишь тоже согласись что Горбачев пришел он ведь тогда еще и слово перестройка никакого не говорил да там единственное где-то он насчет ускорения развития в 85-м еще было тихо то есть получилось что пришел Горбачев запретил водку и больше к нему как бы предъявить то нечего да понимаешь как-то вот такое отношение было и получил прозвище минеральный секретарь да было такое дело с другой стороны опять же жизнь вспомнить в 85-м году на телевидении появился 12 этаж помнишь такую программу да это ведь еще до всяких взглядов и до всего я потом закрыла решением политбюро и там была формировка такой молодежи у нас нет вот это уже понимаешь это все было согласовано уже с людьми Горбачева то есть уже стали появляться какие-то ростки вот это что потом назовут гласность да какие-то острые темы появляются то есть какие-то изменения происходили и в общем-то не знаю сейчас конечно вспоминается ну конечно 85-м год 16-м через призму времени все это воспринимают тогда тогда же не знаешь чем это все закончится но я не припомню чтобы хоть один человек который считал что это правильно вот что это да у меня таких знакомых кроме вот этих идиотов из общества ни наших знакомых как бы не было хотя значок общество трезвости мне тоже выдали я работал же тогда уже во дворце пионеров октябрьского района руководил там кружком и мне как педагогу дополнительного образования этот значок был положен как бы я ходил с ним на занятия иначе как же как же так педагог и не член общества трезвости быть такого не может чему же он научит детей к сожалению не сохранил сейчас я думаю он конечно был бы многим улыбку вызвал но такой был да вот такой был 85-й год мы были молоды по большому счету конечно если перенестись в 85-й город город бы показался сумрачным темным это вот сейчас идешь после нового года иллюминация дома подсвечены витрины светятся на деревьях эти сет и светящаяся вот было удивительно а тогда ну если площадь там ну на новый год на самый елканемоскоскетил это уже все магазины заперты народу нету троллейбусы ржавые а так вот я думаю есть чего вспомнить у каждого про этот 85-й год ну что покинем его следующая серия у нас следующая серия властность перестрой ускорения плюрализм плюрализм я помню что на Термском проспекте повесили первый плакат был перестрой продолжение дела революции по-моему появился в конце 85-го ну об этом мы говорим в следующей серии Жень спасибо на этом у нас программа закончена всем сделано в ветке в следующей серии